Всем привет! С вами Эльвира, и вы на моем канале, где я рассказываю про корейскую косметику, про корейскую культуру и совсем немного показываю свою жизнь. Когда я только заводила канал, одной из моих главных целей было разделить с вами свою любовь к корейским брендам. Я хотела рассказывать о малоизвестных или не таких популярных брендах. Сегодня первое видео из этой категории, и оно о бренде Nacific. Название бренда состоит из двух слов — Natural и Pacific. Бренд в своих средствах использует только натуральные ингредиенты природного происхождения. Основная их философия в простоте, натуральности и единении с природой. Особенно эта философия читается в их упаковке, потому что она всегда простая и лаконичная. У меня сейчас в уходе есть несколько средств от этого бренда, и пока я буду рассказывать про их основные линейки, я буду наносить эти средства на свое лицо. Начну я как раз с этой линейки, из которой у меня средство. Она называется Pink AHBH, и содержит она экстракт арбуза, который является органическим источником гликолевой кислоты. Я налью немножко на ладошку, он прям жиденький, и нанесу такими прижимающими движениями. Помимо экстракта арбуза, в составе средств из этой линейки также салициловая кислота. В линейке представлена пенка, тонер, серум, крем и тканевая маска. Тканевую маску и пенку я не пробовала, все остальные средства у меня есть. Эта линейка отлично подходит для жирной или комбинированной кожи, так как у всех средств очень легкие текстуры. Меня, как любителя кислот, кислотная составляющая этих средств не впечатлила, но они очень мягко и бережно отшелушивают кожу. Для базового ухода это то, что нужно. Средства отлично поддерживают кожу в хорошем состоянии. Дальше я нанесу серум и расскажу вам про одну из самых основных линейк от бренда, которая называется Fresh Herb. Она разделена на две категории, очищение и увлажнение. И у нее нет какого-то основного ингредиента во всех средствах. Она просто в целом направлена на увлажнение и интенсивное питание кожи. В очищающей категории этой линейки можно найти средства на абсолютно любой вкус. Там есть и пенка, и гидрофильное масло, и даже очищающая вода. Мне кажется, в основной части линейки тоже есть абсолютно все средства. Там есть и тонер, и тонер пады, и серум, крем, крем для глаз, тканевая маска. Также есть патчи от Акне, солнцезащитное средство и даже кушон. Эта линейка подходит именно для сухой и обезвоженной кожи. Я давно слышала об этой линейке очень много положительных отзывов, и обязательно в будущем хотя бы одно из средств попробую. Теперь я нанесу крем. Он очень легкой гелевой текстуры. И мне кажется, вот прям на лето я бы его с удовольствием использовала. Только сейчас не лето, а срок годности у крема не беспогонечный. Поэтому я продолжу его использовать сейчас. Как я уже рассказывала в одном из видео, у меня от любого взаимодействия с кожей она начинает краснеть. Это сейчас быстро пройдет. А пока я перейду к следующей линейке, тоже одной из самых популярных. Она называется Real Floral. Пожалуй, это самая инстаграммная линейка, которую я знаю, потому что в средства входят лепестки цветов, и это выглядит очень красиво. Линейка разделена на два вида. Половина средств содержит экстракт розы, а половина средств экстракт календулы. С каждым из этих экстрактов есть тонер, эссенция и крем. Текстуры тоже очень легкие, поэтому подают для жирной и комбинированной кожи. Средства с календулы направлены на успокоение, а с розой на питание кожи. Я целевая аудитория этой линейки, и у меня уже была вот такая вот эссенция с календулой. Она мне понравилась очень по текстуре, потому что она легкая и совершенно не ощущается на коже, полностью впитывается. Следующая линейка с одним из моих самых любимых компонентов. Сцентеллой. Называется она Fresh Cica. Направлена она, естественно, на успокоение и увлажнение кожи, но бренд также позиционирует ее как линейку антиакне. В линейку входит очищающая пенка, тонер с центелловой пудрой, серум, крем, а также тканевая маска. Я уверена, что эта линейка подойдет абсолютно всем, и центелла никому не бывает лишней. Я на эту линейку положила глаз, поэтому обязательно в будущем буду что-то из нее пробовать. Следующая линейка с неоцинамидом называется Fitoniocin, и она направлена на осветление кожи, выравнивание тона, а также борьбу с пигментацией. Каждый из средств содержит 5% неоцинамида. В линейке представлены тонер, эссенция, крем, ночная маска и тканевая маска. Неоцинамид тоже в уходе пригодится абсолютно всем. Думаю, что на эту линейку стоит обратить внимание, мои руки пока до нее не добрались. Следующая линейка, которую я тоже успела попробовать, называется Glow Intense, и содержит она гиалуроновую кислоту и витамины. В линейке всего 2 средства, тонер и эссенция, и оба этих средства я уже попробовала. Что самое интересное, что оба средства в бутыльках с помпой и выдаются в виде пены. Я от этой линейки в полном восторге. После этих средств кожа увлажненная и сияющая, ну и конечно формат очень классный. Есть также линейка, которая очень похожа на оригинальную Fresh Herb, но называется она Nutrition Herb, и направлена она на придание коже упругости и интенсивное питание. Линейка тоже очень маленькая и состоит всего из двух средств, серума и крема, и я бы их отнесла к уходу за возрастной кожей. Также у бренда есть несколько средств, которые не входят ни в одну из линеек. Это тонер с муцином улитки, эссенция с полынью, крем с витамином С, тканевые маски с церамидами и с ретинолом, а также средства для очищения опор. На этом я закончила свой рассказ про линейки бренда и хочу обратить ваше внимание на свою кожу. После нанесения всех средств она стала более сияющей. Давайте подведем итоги, кому же и зачем нужно обращаться к бренду Nacific и пробовать их средства. Если вы ищете базовый уход, увлажнение, питание, успокоение кожи и выравнивание тона, это точно Nacific. Бренд не про высокие активы и найти средства, которые решат ваши серьезные проблемы с кожей не получится. Но вот восстановить кожу после использования высоких активов, а также собрать основной уход, точно можно со средствами Nacific. При этом у бренда очень классные текстуры и стильный лаконичный дизайн. Я продолжу свое знакомство с брендом, а вас прошу написать в комментариях, знакомы ли вы с брендом и какие фавориты у вас у бренда есть. Если вы не знакомы с брендом, напишите, какое средство вас заинтересовало. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте поставить пальчики вверх, если формат видео вам понравился. А также подписывайтесь на канал и на мой инстаграм. Увидимся в следующем видео. Всем пока!